Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 9 июня. Вот вчера был у меня огуречный день. Я делала первые органические подкормки огурца из золы и дрожжей. Сегодня у меня по плану мы, ну короче, продолжаем посынковать, обрезать лишнюю зелень. И я хочу уже рассказать об ошибках этого года вот в этой теплице с подогревом, которые я совершила в связи с тем, что первый раз у меня такие высокие грядки. Я не подумала, короче. Но тут ко мне подходит любое выражение. И опростоволосилась, и есть выражение и на старуху бывает проруха. И ну все вот эти любые выражения ко мне в этом году подходят. Вот чего я боялась в этом году, то у меня и получилось. И даже чего не боялась, все равно то случилось. Я вот даже выписала, у меня 4 таких не очень приятных момента в этой теплице получилось. Во-первых, высокие грядки и насадила высокие томаты, которые, ну потом по каждому пункту отдельно, которые не очень подходят сюда. Сюда нужно подбирать, наверное, более чуть не такие высокорослые, чтобы они потом вот так вот не упирались туда в потолок, они упирались, обжигались. У нас же солнце. Но это все подробнее, потом расскажу о каждом пункте. Вот второй пункт. Ранние и скороспелые, которым я предоставила самое лучшее место вот там вот на солнечной стороне, на южной, которые за ними. Тоже потом отдельно их покажу. Я на них вообще обиделась. Они плохо себя показали, несмотря на то, что на солнышке. Они до сих пор еще не поспели. И я показывала еще, наверное, месяц назад, что ли. Они, наверное, от счастья, что их сюда затащили. Вот эти ренет, всякие ранние 83. Я их впервые здесь выращивала. Но они до того разрослись. Я не могу сказать, как. Можно даже было бы сказать, что они жируют. Но с другой стороны, вот эти-то вот крупноплодные, они у меня здесь не жировали. Они нормально завязались. Кисть за кистью помаленьку. И так как почва одна и условия одни, это просто тем после уличных условий. Наверное, показалось слишком здесь вольготно и слишком комфортно. Они здесь были, как на курорте. Они, короче, меня разочаровали. Я их выгоню. На будущий год не посажу вообще ни один этот сорт. Тоже о них подробно потом встану. Я сейчас пока сижу вот на приступочке. Встану, все покажу. Потом. На меня обиделась Настенька. Потому что кто смотрит мои видеоролики, они всегда знают, что Настенька у меня любимый сорт. У меня сразу, как в теплицу заходишь, сразу была на первом месте Настенька. В этом году я ее задвинула в самую-самую. Она у меня в последних. Из томатов она последняя посажена. И то ли потому, что я на нее... Ну и как, я на нее внимания совсем не обращала. Я те годы всегда у Настенька-Настенька, во всех видеообзорах Настенька-Настенька. И она старалась, давала мне урожай. Такие томаты нынче я ее не замечала. Она психанула и вообще повела себя очень нехорошо. Томатов мало. И она позже всех, вот даже уже все эти крупные завязались. Она, короче, сидит психует. Потом. Боялась, что нарвусь на томаты-гиганты. И еще весной при посадке я говорила, что соблазнилась на эти, на иностранные всякие редкие коллекционные. И когда высаживала, я уже предполагала, я говорила, что времени нет читать описание сортов. И боюсь, что я нарвусь на томаты-гиганты. Но что боялась, то и получила. Говорят, что больше всего, что боишься, то всегда случается. Эти томаты-гиганты, они не то что гиганты, это какие-то чудовища. Они еще в мае у меня уже уперлись в потолок. Они с толстыми стеблями, они с толстыми листьями. И, короче, нарвалась я на томатов-великанов, которые тоже на будущий год лучше высажив открытый грунт. И еще одна неприятность этого года, это, конечно, погода. Вернее, даже не погода, а аномальная жара с температурами вот за бортом теплицы. Я говорила, когда я делала видеообзор, я говорила, у нас сегодня плюс 32, у нас сегодня плюс 34. И ясно, что в теплице все равно хоть на несколько градусов, но выше. И в такую погоду опыление у нас усложняется. Все, цветочные кисти не опыляются, нет завязи. И по несколько кистей у многих томатов одна или даже две кисти выпали, не завязались. Это тоже неприятность. Но я на это смотрю, как знаете, ну такой год, такая погода. Но не опылились и не опылились. Все равно, если вот смотреть по моим, вот по моим сибирикам, вот этим сортам, вот эти сибирские. Тут у меня ботяня, тут у меня пудовик, тут у меня любимый праздник, тут вот пошли русские колокола. А все равно завязи много, и мне этих томатов, конечно, хватит. Ну а про иностранцев, которые я высаживала по одному или по два кустика, я их высаживала посмотреть. Ну вот в этом году я на них и насмотрелась. Я так на них насмотрелась, что мне хватит. Зато, вот смотрите, если подвести итог, ну потом я каждое отдельно сейчас стану покажу, сразу скажу. Если подвести итог вот за этот год, то что обордюренная грядка у меня была, я об этом даже не подумала, что она у меня украдет немножко высоты, если честно. И никто не написал, и я не подумала, а она у меня впервые, вот эта вот поднятая грядка. И получилось, что, вот сейчас покажу даже, вот смотрите, вот любимый праздник у меня сейчас вот уже завязывается, видите где, начало июня. Ну куда его дальше? Хоть и люди говорят, что крутите арки делайте, закручивайте туда, закручивайте сюда, но я не готова на такие дополнительные работы. У меня еще в открытом грунте много работы. Я сегодня все обрезала кисти, которые выше вот этого вот потолка. Вот все, уперся в потолок, дальше цветочную кисть обрезаю, останется только это. Особенно вот эти томаты-гиганты. Они же, если крутить вот эти арки, вот так туда, сюда, но они вообще, тут будет темнота, они закроют весь вообще свет. Вот, и так из-за них, из-за того, что они быстро туда уперлись, они подгорают на солнце и заслоняют вообще все. Короче, из-за уменьшения вот этой вот высоты, когда мне писали, что ой, в этом году есть прекрасная возможность посмотреть, как ведут себя томаты, какой у них резерв, сколько они еще могут. Вот, и как раз вышло наоборот, пришлось не посмотреть резерв, а пришлось обрезать. Я вот сейчас обрезаю. У кого шестые, у кого седьмые кисти. Если это томаты, не вот эти вот мои, а которые вот эти незнакомые иностранцы, если это томаты, которые начинают формировать цветочную кисть над одиннадцатым, некоторые даже над двенадцатым листом, это очень высоко. Представьте, у него там всего пятая, шестая кисть, и я уже вынуждена обрезать. Но я себя успокаиваю тем, что зато я теперь опытная, как говорится, негативный опыт такой, отрицательный опыт, это тоже опыт в нашу копилочку. Зато есть над чем работать на будущий год, я все это учту. И все-таки я решила, что вот в такую теплицу внизкорослую буду высаживать все-таки вот эти свои. Здесь идеально растут, вот любимый праздник, вот этот пудовик, вот этот ботяня. Ведь ботяня с пудовиком, вот ботяня, например, он же тоже высокорослый, он тоже почти под два метра. Но он, как бы сказать, он не крепкий такой, он не томат великан. У него такие нежные, изящные стволики, у него очень нежные тонкие листики. Я сейчас покажу, ну не важно, вот на этом. Есть листья или вот такие тоненькие, вот такие тонкие, они такие как бы вот так вот висят, вот так. Или есть листья вот такие, вот торчат вот так во все стороны. Так, ну все, пойдем сейчас по пунктам. Вот сейчас хочу показать пример того, что я говорила. Это грядка возвышенная и томаты. Видите, вот сейчас начало июня, эта кисть уже завязалась, она в 15 сантиметрах от потолка. И вот эта сейчас завяжется и все. Июнь у нас, наверное, будет здесь окончание сезона, потому что все так быстро произошло. Вот по этим сейчас дальше проползу. Ну вот они, вот мой кол, который метр двадцать. Вот она помидорка. И возможно, конечно, они бы, может, и дальше еще росли, но все, они уперлись в потолок. Я сделала вывод, что высокорослые томаты я буду на будущий год на возвышенной грядке высаживать на уральской теплице, потому что на этой теплице тут бы был еще резерв. И про эти, про опыление. Вот смотрите, что самое интересное, вот что это у меня здесь? А, пудовик. Вот пудовик, например, он опылился прекрасно, он прям идет такими гроздями, гроздями, гроздями. Опылялся, опылялся. Тут раз, небольшой перерыв. Потом опять начались плоды. Это значит, у него какой-то период попал сюда. И сразу, пока пришла к этим вот скороспелкам, на которые я обиделась, я вообще нынче в шоке. Вот они, эти скороспелки. Они мне наметали вот этой красной дроби. Большое количество красной дроби. И это же, вот тут у меня, вот он, например, спиридон, который считается ультраскороспелым сортом. Висят зеленые лягушата. Я сегодня уже в утреннем обзоре говорила, что вот эти крупноплодные, наоборот, вот ботяня, пудовик, они уже изменили цвет, и они становятся такими светленькими, что говорит о том, что они уже скоро у меня созреют. В этом году вот эти скороспелки действительно сильно стормозили. И действительно они уступили очередь свою. Они же должны быть первыми крупноплодным томатом. За это я их изгоняю из теплицы. Я думаю, что на будущий год не нужно сюда их высаживать. Я лучше сюда посажу любимый праздник. Он не очень высокий, и он как раз упрется в потолок, когда надо все, и будут нормальные плоды. Ну, вообще, конечно, бога, совсем-то уже гневить не буду и говорить, что вот ничего не получилось. Получилось, и многие иностранцы, вот смотрите, как хорошо завязались, они прям кистями, кистями, гроздями, гроздями. Тут же у меня, Надь, ну ты может уйдешь. Тут же у меня и перцы, очень много завязи перцев. Они уже крупные в таком размере, что, наверное, скоро будут тоже созревать. Вот смотрите, какие перцы красивые. И вот этот Рамира, который долго спеющий, его тоже очень много. Все, как сказать, если, сейчас я встану. Если уж говорить применительно, ну, к простым, к обычным показателям, к обычным результатам, то результат неплохой. Несмотря на жару, несмотря на плохую погоду, они вот кисти, которые вот сибиряки, более раннего посева, они вот выше, 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 и почти все томаты уже с завязями. Сейчас, когда они начнут спеть, их будет видно немного получше. Ну, а если говорить про это, вот про вторую сторону, про иностранцев, тут я, конечно, зря еще сделала, что высадила в одну теплицу разных, по разным датам посева. У меня сибиряки были раньше посеяны, а эти попозже. И получилось, что у них началось и завязывание, и плодоношение позже. Ну, а может это наоборот лучше, сейчас жара пройдет, и они начнут завязываться. Тут тоже есть завязи, но так как я не знаю всех достоинств и характеристик томатов, я не знаю, какие из них будут у меня хорошо расти, какие нет. Я уже говорила, так как они на пробу, я на эту сторону, если будет мало, например, у меня урожая, то я сильно не огорчусь. Это у меня как экспериментально. Мне главное, чтобы вот те мои сибиряки хорошо себя показали, но они и так хорошо показали. Нам их для первого урожая хватит. Ну что, если подвести еще раз итог, плоды вот наши сибиряки начали спеть, значит, все будет нормально. Эксперименты экспериментами, а для еды томаты нужны. Ну вот так у меня получился такой неудачный нынче эксперимент. Ну не точно, не только, не совсем неудачный, а что сошлось несколько факторов таких неблагоприятных в одно время. И грядку повысила, и томатов высокорослых насадила я в эту теплицу. Еще жара жахнула, не все они у нас опылились, но все равно, это же тоже эксперимент. Значит, на будущий год будет работа над ошибками. Вообще, вот глядя на наших, на сибиряков, я очень рада. То, что они уже начали спеть, то, что их главное много, нам их точно хватит. Все, до свидания.